В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Я приветствую всех, кто собрался у своих экранов для того, чтобы узнать основные события выпуска. Помним, гордимся. В день рождения Расселла Гамзатова состоялось возложение цветов к могиле великого поэта. Библиотека нового поколения. В Каспийске открыли модельную библиотеку. Чем она отличается от привычных читальных залов, смотрите через несколько минут. Осторожно, мошенники! В Махачкале прошла пресс-конференция, посвященная теме борьбы с интернет-преступниками. В день рождения Расселла Гамзатова состоялось возложение цветов на могилу поэта. Она расположена на кладбище у подножья горы Таркитау. В торжественном мероприятии принял участие в Рио главы Дагестана Сергей Меликов. Вместе с ним почтить память Расселла Гамзатова пришли его близкие и друзья со всей страны, писатели, общественные деятели. Праздничные мероприятия продлятся до 10 сентября. В эти дни пройдут круглые столы и встречи с преподавателями и студентами вузов. Напомним указом президента России 2023 года, объявлен в стране годом Расселла Гамзатова. В Дагестане и во всей России 8 сентября отмечается день рождения Расселла Гамзатова. Великому дагестанскому поэту сегодня исполнилось бы 98 лет. С момента открытия памятника в 2012 году торжественные мероприятия проходят в Москве. Сегодня состоится торжественное возложение цветов к мемориалу и поэта. На праздники по традиции соберутся почитатели творчества Гамзатова, его коллеги, друзья и родственники. В структуре муфтията Дагестана произошли кадровые изменения. Духовный лидер принял решение о назначении Мухаммада Майранова на должность председателя муфтията. Это решение было озвучено на встрече с религиозными деятелями. Шейх Ахмад Афандей поблагодарил за проделанную работу, ранее занимавшего эту должность, Шамиля Алиханова. Муфтий пожелал новому председателю успехов и помощи Всевышнего в дальнейшей просветительской деятельности. Какую бы должность мы не занимали, мы все равно служим одному Аллаху. Когда любого работника принимал сюда в духовное управление, я к каждому работнику говорю, с сегодняшнего дня я твой помощник. Вот с сегодняшнего дня мы помощники Майранова Мухаммада. Просим Аллаха, чтобы Аллах ему дал терпение, терпеть характер других людей, которые против него будут говорить, против него будут выступать. А то, что против нас говорят и против нас работают, естественно, пусть работают. Но у нас есть одно. Мы верим в Судный день. Мы верим во Всевышний Бог. С этими людьми мы, конечно, перед Всевышним станем. Успехов еще раз, благополучия. В Петербурге состоялся международный религиозный форум. В нем принял участие Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. На площадке обсудили вопросы сохранения духовных ценностей и благотворительности в условиях пандемии. Духовный лидер в режиме видеосвязи отметил, что общество совместными усилиями преодолевает сложную эпидемиологическую ситуацию. Огромное количество людей протянуло друг к другу руку помощи. Это очень важно, когда беда не разъединяет, а объединяет людей, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности. Именно благодаря подобному симбиозу открыты и функционируют сотни учебных заведений по всей нашей стране. Международный форум организован Духовным управлением мусульман Станкт-Петербурга и северо-западного региона России. В нем также приняли участие губернатор северной столицы Александр Беглов, муфти регионов России и научные и общественные деятели. Полторы тысячи новых книг, доступ к информационным технологиям и арт-холл в Каспийске открыли библиотеку нового поколения имени Фазуалиевы. Чем она отличается от привычных читальных залов, узнавала Патимат Ханапова. Ей слово. Помните, как выглядела библиотека нашего детства? Два серые стены, старые конторские столы и скучный интерьер. Вот так выглядит библиотека нового поколения. Здесь больше света, больше возможностей и функциональных зон. Благодаря всему этому у меня появилось больше желания, больше мотивации приходить сюда снова и сложно. Новая модельная библиотека. Мне нравится современность во всем. Это и технологии, и интерьер, и неформальная расстановка, которая располагает к комфортному чтению. Для удобства посетителей установлены камеры хранения, а также зона отдыха с напольными пуфиками. Есть даже уголок для кофебрейка и перекусов. В библиотеке установлены компьютерные столы, некоторые из них с регулируемой высотой для лиц с ограниченными возможностями. В прошлом году приняли участие в конкурсе федеральная программа «Культурная среда», национальный проект культуры на создание модельных библиотек. И победили. Это было очень затратно для нас. Мы два года этого ждали. Грант составил в размере 10 миллионов, что позволило нам изменить дизайн библиотеки, соответственно, приобрести мебель современную. Модельная библиотека – это относительно новый формат взаимодействия городской библиотеки и читателей. А теперь у современных детей другие запросы, и они активно реализуются в рамках национального проекта «Культура». Оригинальный способ снизить количество случаев ДТП используют в Дербенте. Горожане-энтузиасты разместили макеты фигур детей возле пешеходных переходов у школ. Инициатором проекта является экс-сотрудник ГИБДД Аслан Рустамов. Он отметил, что идея зародилась после поездки в Ставропольский край. Я в мае вместе был в гостях в Ставрополе у своего друга в городе Невнамыске. Я когда проезжал, я увидел такие макеты на пешеходных переходах. И вот так у меня возродилась идея тоже сделать что-то такое, чтобы некоторые водители хотя бы соблюдали скоростной режим. Чтобы думали, что у них тоже дома есть дети. Пока макета установлена у восьми школ города по согласованию с ГИБДД. Иногда водители невнимательно следят за дорогой, хотя ребенок в любой момент может появиться на проезжей части. По мнению организаторов акции, фигуры детей помогут автомобилистам быть бдительными на дороге и заранее снижать скорость на пешеходных переходах. В Дагестане построят тепличный комплекс площадью 20 гектаров. Вопросы реализации инвестпроекта по его строительству рассмотрели в правительстве республики. Инициатором проекта выступает группа компании «Олимпия Капитал». Предварительно рассматривается участок на территории Новолагского района. Проект предусматривает строительство тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей, защищенного грунта мощностью 4600 тонн томатов. Общая стоимость проекта составляет около 5,5 миллиардов рублей. Планируется создание 115 рабочих мест. Обсудив детали проекта и заслушав информацию о проведенном Агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестана анализе, премьер-министр Абдулпатах Амирханов отметил, что проект будет поддержан. Развитие ливневых сетей рассмотрели в мэрии Махачкалы. На рабочем совещании под руководством мэра Салмана Дадаева обсудили несколько концепций решения проблемы отвода сточных и ливневых вод на территории муниципалитета. Градоначальник отметил, что работа долгосрочная и должна быть разбита на несколько этапов. Первый проект – необходимо начать с самых подтопляемых территорий города. К тому же рекомендовал учесть все нюансы при разработке, в том числе на улицах и микрорайонах без твердого покрытия. При проектировании. Чтобы не было такого, знаете, там проектировщики сами ходили, потом в конце пришли, что-то принесли, и никто здесь не сопровождал, и проблемы нет. И в ЖКХ, и эксплуатация, то есть Махачкала-1 пошагово с ними, именно объясняя все узкие места и проблемные точки. Предусматривайте проектом камеры, для того, чтобы вам перехватывающие, вылочить. Вы поймите, что это микрорайоны с малым, малое количество улиц с покрытым твердым покрытием. Соответственно, она будет моментально заиливаться, эта ливневка. И максимально надо, получается, там, перехват грубых фракций предусматривать. И, чтобы можно было чистить, элементарно говоря, тупо бассейны, которые эскалатора можно будет ковшом выкрицать. По словам в РИО заместителя главы Бахтияра Улаева, готова генеральная схема ливнеотвода, составленная совместно с управлением ЖКХ и МБУ Махачкала-1. Исходя из технического задания и в рамках реализации первого этапа генерального плана, получается, необходимо не саму даже территорию, а от водящей сети 40-летнего Хаджи Булача, потом вдоль улицы Азизова. Число мошеннических операций в банках России за текущий год выросло на 23%. Об этом было сказано на пресс-конференции, посвященной теме борьбы с интернет-преступниками. На встрече обсудили статистику методы борьбы с мошенниками. Также были получены практические советы по персональной безопасности. Правоохранителями было также отмечено, что активным полем деятельности аферистов являются социальные сети и мессенджеры. Злоумышленники используют взлом аккаунтов, создают сайты-клоны, с помощью которых и похищаются данные банковских карт. Начинается диалог, связанный с вашими средствами или же с банковскими картами и так далее. Надо прекратить разговор. Вот единственное верное решение и единственное вообще решение – прекратить разговор. И после этого, если вы хотите на самом деле убедиться, а все ли в порядке, перезвонить в банк. Напомню, что Дагестан является единственным регионом, где имеется соглашение между Банком России и МВД для изучения существующих схем мошенничества. В Карабудахинском районе обнаружен незаконный песчано-гравийный карьер. Факт нарушения земельного законодательства зафиксировал Ростельхознадзор. Установлено, что на участке более одного гектара самовольно сняли и переместили плодородный слой почвы. В отношении администрации села Гилли составлен протокол об административном правонарушении. Предъявлено требование о возмещении ущерба. 90 граммов мифедрона обнаружено у жителя Махачкалы. 20-летний местный житель был задержан полицейскими возле одного из домов по проспекту Имама Шамиля. При личном досмотре у молодого человека был обнаружен и изъят полимерный пакет, содержащий 20 свертков. По данным экспертов, предназначенный для закладок мифедрон хватило бы на 450 доз. По данному факту возбуждено уголовное дело. Давно вы занимаетесь этим? Нет. Сколько вы занимаетесь? Первый раз. Турпоток в Дагестан в 2021 году вырос на 20%. К концу года он достигнет 1 миллиона туристов. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. Он отметил, что власти Дагестана уже готовят новую концепцию развития туризма, презентация которой состоится этой осенью. Напомню, за прошлый год республику посетили 840 тысяч туристов. В то время как на конец августа этого года с обычаями, бытом и турвозможностями нашей республики познакомились около 820 тысяч человек. По словам Меликова, туристическая инфраструктура пока за таким потоком не успевает. Уже сейчас известно, что в подпрограмму развития туристско-рекреационного комплекса до 2025 года включены предложения городских властей Дербента по проведению событийных мероприятий, а также по кадровой подготовке специалистов в туротрасли. Дагестанский футболист Гамид Агаларов помог молодежной сборной России разгромить ровесников из Мальты. Национальная команда победила со счетом 6-0. 21-летний форвард Уфы отличился двумя забитыми мячами, а также поучаствовал в еще одной результативной атаке. Эта победа позволила сборной России расположиться на втором месте в своей отборочной группе на чемпионате Европы. С начала сезона Гамид Агаларов отметился уже восьмию забитыми голами за свой клуб и сборную. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok